Сахлеб Здравствуйте! Сегодня мы будем готовить сахлеб. Сахлеб – это очень популярный ближневосточный напиток, который готовят на основе молока, порошка, корни орхидеи с одноименным названием, который произносится по-турецки именно в Турции. Из Турции пришел этот напиток – салеб. Но на Ближнем Востоке я буду готовить египетский вариант этого напитка. Его называют сахлеб. Итак, для приготовления нам потребуется на одну порцию, одна чашка, вот здесь вот у меня в мерильнице, молока, одна сверху чайная ложка крахмала, если у нас нет порошка салепа. Если есть порошок салепа, то берется вдвое меньше, она без верха будет, чуть не полная чайная ложка порошка салепа, поскольку он более крахмалистый и концентрированный. Корица, сахар по вкусу, смесь орехов, я буду их измельчать. В Турции, вернее, в арабских странах называют Микосарат. Орехи могут быть любые. Вот здесь у меня миндаль, здесь кишью, здесь фундук, здесь фисташки. Также добавляют тертый орех кокосовый и изюм. Всё, вы можете, в принципе, вы можете что-то положить, что-то не класть. Это будет зависеть от вашего личного вкуса. Ну вот это обычный тот набор, который кладут в чашку с сахлебом. Итак, начнём. Я включаю газовую горелку, лучше вот эту. Выливаю чашку молока. Пока молоко нагревается, я беру сверху чайную ложку крахмала, сюда же высыплю. И залью небольшим количеством молока, буквально пару ложек. И вот так аккуратненько его размешаю, чтобы я могла влить в основное молоко и не было комочков. Вот так крахмал я растворяю в молоке. Итак, крахмал растворился. Сейчас я его валю в наше молоко. Вот так. И начинаем перемешивать. Всё время мешать, чтобы не пригорело молоко вместе с крахмалом к дну кастрюльки. И вот так вот провариваем нашу смесь до такого среднего загустения. Ближневосточный сахлеб, он немножко более густой, чем турецкий салеб. Сейчас же можно добавить, можем позже, можно сейчас добавить сахар. Сахар добавляем по вкусу. Я добавлю вот так полторы ложки сахара. И продолжаем помешивать. Итак, пока сахар еще доваривается, я добавлю немножко, совсем чуть-чуть, кокосовой стружки. Несколько изюминок. И всё вот так вот перемешаю. И так уже сахар достаточно загустел. Должен быть такой средней густоты. Я его выключаю. И выливаю в чашку. Теперь я беру понемножку всех орешков. Я их вот так смешиваю. И измельчаю. Можно их просто потолочь. Можно измельчить в ступке. Или можно с помощью кухонного молоточка их так постучать, чтобы они измельчились. Я сделаю вот так. Слегка измельчу их в блендере. Теперь остается только посыпать вот так наш сахар. Вот я посыпаю кокосовой стружкой. И теперь насыпем немного молотых орехов. Столько, сколько вам хочется. И вот так немного присыплем корицей. Вот так. Итак, наш сахлеб готов. Желаю всем приятного аппетита и хорошего дня.